К большому сожалению, подобные аварии стали массовым явлением. Ведь сейчас в Украине на рынке общественного транспорта, ну просто полный беспредел. Половина маршруток нелегальны, работают без лицензии. Сами бусы в ужасном техническом состоянии. А состояние водителей вообще не проверяет никто. В Минтрансе обещают всё реформировать. И даже говорят об исчезновении маршруток как явление в скором будущем. Ну а пока наша Евгения Коваленко в Киеве, а Елена Абрамович в Брюсселе отправились в транспортный рейд. Что из этого получилось, смотрите далее. Обычное утро обычного украинца в городе. Вначале лёгкое закаливание на остановке, потом сеанс массажа в маршрутке. В Киеве в час пик попасть в маршрутку целое испытание. Люди, спешащие утром на работу, обычно заталкивают друг друга внутрь. Залезть тяжело, но я попробую. Пассажиры придают деньги, водитель активно рулит и раздаёт сдачу. В салоне так тесно, что можно и не держаться за поручни. Но и это не предел. Сегодня не так много людей, как обычно. Ещё удалось сесть, да? Это большая удача для вас, да, по утрам? Обычно, ладно, но нет. Пока я утрамбовываюсь в киевскую маршрутку, моя коллега Елена Абрамович тоже пытается добраться на работу, только в Брюсселе. В 8.30 утра центральный вокзал, но штурмовать общественный транспорт в Брюсселе не приходится. Много маршрутов, большие автобусы и места хватает для всех. И никаких передайте за проезд. Почти у всех именные проездные. Их прикладывают к сканерам. Можно купить и билеты в автоматах. У водителя они тоже продаются, но на остановке дешевле. Например, у меня билет в аэропорт стоит 6 евро, а в автомате 4,50. Но в отличие от комфортных европейских автобусов, украинские транспортные реалии – это прогнивший кузов, побитый бампер и дырявые двери. Для нашего пассажира комфорт не главное – доехал уже хорошо. В интернете полно видео, когда у маршруток на ходу отваливаются колеса. Скорее всего, за маршруткой не так ухаживают, как надо. Мы попросили автоэксперта оценить состояние нескольких маршруток. На остановке и коммунальный транспорт, и частники. Дверь находится в прогнившем состоянии, туда же уже начали гнить прокладки. Такая дверь может в любой момент поломаться, открыться, распахнуться. Люди даже погибали из-за того, что выпадали, ударялись головой о бордюре. Были случаи, когда людям просто разрывало ноги, руки. А если к такому прогнившему техническому состоянию прибавить несоблюдение правил, то получается очень опасный дорожный коктейль. Постойно повертают, постойно подбирают пассажиров. Найчастіше вони порушують правила зупинки та стоянки. Вони можуть зупинитись в другому ряду. Результат – постоянные аварии. В Украине только с начала года произошло 90 ДТП с общественным транспортом. Около 100 человек получили травмы, а 9 погибли. Хотя состояние водителя и маршрутки должны проверять в автопарках перед каждым рейсом. Но не на камеру водители говорят – никакого контроля нет. Как и ответственности перевозчика. На ремонт денег дают мало, на зарплаты водителям тоже. К примеру, Вячеслав зарабатывает около 7 тысяч в месяц. Это уже сложная работа, я как водитель, в аптечном. З утра, я постоянно за рулем. По 14 часов в дороге. А это брюссельский коллега Вячеслава Жером. График работы у него гибкий, но четкий. От 7 до 8 часов в сутки. Например, сегодня у меня смена 7 часов 25 минут. Предусмотрено где-то полчаса на случай пробок. Жером за рулем автобуса уже 10 лет. Улыбаться и хорошо выглядеть – это тоже часть его обязанностей. Ни о каких спортивных штанах не может быть и речи. Обязательно носим форму. Это в статуте нашей компании. Рубашка, брюки, есть свитера и галстуки. Но это уже по желанию. Деньги на форму дает компания. Вся одежда с логотипом фирмы. Перед рейсами у бельгийских водителей нет медосмотра. Но техосмотр обязательный. Перед выходом на маршрут водители 10 минут проверяют исправность электроники. Технические проверки происходят на базе депо очень часто. А более серьезная проверка каждого автобуса производится после определенного пробега. В Украине контролировать маршрутки должна Госслужба по безопасности транспорта. Там признают более 80% бусов в стране в ужасном состоянии. Однако их служба бессильна. Из-за моратория она не может полноценно проверить и наказать перевозчика. Когда ты выйдешь на плановую проверку, лицензийную проверку, ты сможешь увидеть весь технологический процесс, где эти транспортные средства сохраняются, или проходят они медикамеханикам. При нарушениях перевозчика должны были бы лишать лицензии. Но сейчас максимальное наказание – штраф в 1700 гривен. А для тех, кто возит людей вообще без лицензии – до 34 тысяч. И это не останавливает никого. Только в Киеве 40% маршруток вообще нелегальны. Мы приехали на проверку маршруток с инспекторами Госслужбы по безопасности на транспорте. Такие рейды они устраивают каждую неделю. Ловят нелегалов. Документы, да, полис, протокол, все в наявности, все доброе. Немає, відповідно до цього маршруту, с кеми маршруту, та росла дорога. Также у водителя не оказалось путевого листа. В нем указывают состояние маршрутки и водителя. А у этого водителя есть разрешение, но на другой маршрут. Есть информация, что ваш маршрут закрыт. Ваше керівництво в курс. А вы продолжите обслуговувати маршрут. А что керівництво ухажає на ваш маршрут не закрыт. За это перевозчику придется заплатить штраф. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Трезвий? Конечно, вы что, вы смеетесь еще? Да нет, документы, пожалуйста, предъявите. В Кропивницком полиция проверяет не только документы, но и состояние маршрутки. Да, заизолирование, да, все. Ну, сейчас включите, покажете, как працюють дворники, умыватели. У этих водителей все работает исправно. Но за два месяца в городе выявили почти полторы сотни поломанных маршруток. Несправности гальмивной системы, рулевого керування, несправности светловых приладів, також несправности шин та коліс. Еще один постоянный атрибут украинских маршруток – грязь в салоне. Грязные сиденья, поручни липнут, держаться нельзя. В отличие от Украины, весь общественный транспорт в Европе исключительно коммунальный. Такого беспредела с нелегальными перевозчиками там и близко нет. В Брюсселе автобусы обслуживают более 400 миллионов пассажиров в год. И при этом они всегда выглядят как новые. Деньги на это выделяют из городской казны. Их не только на ремонт хватает, но и на новые технологии. Власти Брюсселя ожидают от нас полного перехода на электроавтобусы до 2030 года. После этого будет запрещено использовать дизельные автобусы. Мы делаем это постепенно, пока переходим на гибриды. Но Украине до этого еще очень далеко. У нас планируют перейти хотя бы на обычные автобусы. И, наконец, убрать с дорог разваленные маршрутки. Евгения Коваленко, Марьяна Бурякова, Елена Абрамович, Елена Брынза, Владимир Дедов, Сергей Медведь, Иван Ермаков, Богдан Савруцкий и Владимир Кувакин. Подробности недели – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok